Знаете, как иногда случаются открытия? Одним из таких открытий стало для нас посещение усадьбы Быково. Натолкнула нас на это фотографии в интернете и решили поехать и посмотреть неожиданно. Думали, ну, какая-то развалюшка, как пишут, и вдруг приезжаешь, а там такая готика, что твой Нотр-Дам. Здесь остановилось время. Старинный парк, разбитый еще в 18 столетии, располагающийся на территории в 40 гектаров. Место покоя, тишины, где можно гулять часами по старым липовым аллеям, встречая по пути то изысканную Баженовскую ротонду, то двухсотлетний дуб. В усадьбе жили Измайловы, Воронцовы, Дашковы, Ильины, творили лучшие архитекторы Баженов, Казаков, Симон. Сегодня парк заброшен, дворец нуждается в реставрации. И главное, у усадьбы нет хозяина. Тревожно и неспокойно за судьбой этого места. Но церковь активно реставрируется в храме чудотворной икона Владимирской Богоматери. Первое упоминание о существовании Быкова относится к XIV веку и было найдено в духовной грамоте князя Дмитрия Донского, завещавшего его перед Куликовской битвой своим младшим сыновьям Василию и Иоанну. Следующее письменное свидетельство о существовании данного населенного пункта датируется XVII веком. Это были книги казенного приказа. Там село Быково было описано как великого государя дворцовое село у озера с церковью Рождества Христова, с пашнями и лугами. Известно, что на лугах находился скотопрогонный пункт, где скот откармливали, а затем отправляли в Москву. Возможно, именно этот факт и дал название населенному пункту. В 1704 году Петр I пожаловал это село Ростовскому воеводе Илариону Воронцову за заслуги перед Отечеством. В 1762 году после государственного переворота Екатерина II отблагодарила имением Быкова своего сподвижника Измайлова, который, будучи коммергером императора, уговорил Петра III сдаться заговорщиком. Царица благоволила к Измайлову до конца своей жизни. В 1775 году Екатерина II прибыла в Москву и посетила большинство подмосковных усадеб, в том числе и усадьбу Быкова. Поместье не произвело на императрицу никакого впечатления. Стерпеть такого позора граф не мог. По его поручению архитектором Баженовым был выстроен усадебный комплекс. Дворец, Эрмитаж, Церковь Владимирской иконы Божьей Матери, Храм Рождества Христова. Беседку на острове посреди одного из прудов и ведущий к ней изящный мостик. После смерти горячо любимой супруги, которую звали Марии, Измайлов переименовал усадьбу в Марьино. Брак Измайлова и Марии Нарышкиной оказался бездетным, но они воспитывали двух племянниц. Племянницы стали наследницами их движимого и недвижимого имущества. Одна из них, Ирина Ивановна Измайлова, вышла замуж за Илариона Ивановича Воронцова, семья которого когда-то владела усадьбой. Их сын Иван, родившийся в год смерти отца по высочайшему соизволению после ходатайства двоюродной тетки по отцовской линии Екатерины Дашковой, в 1807 году присоединил к своей фамилии фамилию Дашковых и стал именоваться графом Воронцовым-Дашковым. Новый хозяин Быкова-Марьина, граф Иван Иларионович Воронцов-Дашков, русский дипломат, действительный тайный советник, родоначальник ветви Воронцовых-Дашковых, был женат на Александре Кирилловне Нарышкиной, знаменитой красавице своего времени. Частым посетителем ее дома был Кушкин. Лермонтов и Некрасов посвятили ей стихи. Она стала прототипом княгини Эр, героини романа «Отцы и дети» Тургенева. В это же время дворец приобрел новый облик. Строителем стал архитектор Бернард де Симон, швейцарец по происхождению, закончивший Петербургскую академию художеств. Де Симон разработал проект главного дома в эклектичной стилизации под английский замок. От Баженовской постройки сохранились лишь подвалы и въездные пандусы с белокаменной балюстрадой. Умирает граф Иларион Иванович Воронцов-Дашков. Эта дата становится рубежом в истории усадьбы. Его сын – молодой граф Иван Иларионович, не менее выдающаяся фигура в истории России, близкий друг Александра Третьего, министр императорского двора, канцлер российских царских и императорских орденов. Он редко бывает в усадьбе и в итоге решает ее продать. Усадьба со всем имуществом продается семье Ильиных. Новый владелец усадьбы – Николай Иванович Ильин, инженер-железнодорожник, дворянин, крупный акционер в Московской Казанской железной дороге. Николай Ильин выделяет значительную часть земли под дачи, с которых семья получает доход. Новые владельцы строят по проекту Гущина колокольню при храме Владимирской иконы Божьей Матери. После национализации усадьба была передана детскому дому для сирот-красноармейцев. После войны арендатором стал санаторий для реабилитации больных туберкулезом. Сейчас усадьба ждет своего нового пользователя и дворцы продолжают разрушаться.